Музыка Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! У меня сегодня для вас рецепт торта Мимоза. Бисквит для этого торта я испекла заранее. Видеорецепт этого бисквита вы найдёте на моём канале. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Помимо готового бисквита нам понадобятся следующие ингредиенты. Джем для прослойки. У меня покупной. Манго-персик. Пропитка. Я пропитку готовила заранее. Три чайные ложки сахара залила крутым кипятком. И сюда же добавлю лимонный ликёр. Вместо лимонного ликёра вы можете в пропитку добавить или лимонный сок, или другие ароматизаторы. А для крема нам понадобятся следующие ингредиенты. Сливочный сыр, сахарная пудра, ванильный сахар и жирные сливки. Сливки пока у меня находятся в холодильнике. Пока все ингредиенты оставим в сторону и занимаемся подготовкой бисквитных коржей. У бисквитных коржей обрезаем края. Они в этом рецепте нам не понадобятся. Аккуратно, тоненьким слоем их снимаем. У коржей я отрезала все края. Теперь коржи нужно порезать по лекалу. Я подготовила лекала диаметром 23 см. Постарайтесь резать острым ножом, чтобы края коржей были аккуратными. Эти обрезки от коржей нам понадобятся. Я их порежу кубиками и украшу торт сверху. Обрезки от коржей порежу кубиками. Охлажденные жирные сливки жирностью 35%. Взбиваю с сахарной пудрой и с ванильным сахаром. Когда сливки слегка загустели, с этого момента уже нужно быть осторожным, чтобы их не перебить. У меня вот такие очень плотные взбитые сливки получились. Вот так лопаткой перетираем сливочный сыр. Получается вот такая гладкая однородная масса. Соединяем сливочный сыр и взбитые сливки. Соединяем частями. Перемешиваем, но недолго. Можно венчиком, можно лопаткой. Добавляем оставшиеся взбитые сливки. Перемешаем венчиком. Недолго. Вот такой замечательный крем у нас получается. Пышный, глянцевый и однородный. На весах я крем разделила на три ровные части. Переложу крем в кондитерский мешок. Собираем торт. Сначала корж пропитываем. По периметру сделаю цветочки. А центр можно просто заполнить кремом. Кладу второй корж. Центр второго коржа слегка промажем кремом. Совсем немножко. Потому что сюда мы добавим уже. Заполняю центр джема. Распределяю аккуратно. Кладу последний корж. Пропитываю. Как вы заметили, я средний корж не пропитывала. Потому что там есть джем. И джем очень хорошо пропитает корж. Я пропитывала только нижний корж и верхний. И посыплю центр обрезками, которые остались от бисквита. Торт поставлю в холодильник на 2-3 часа. Чтобы крем успел стабилизироваться. У нас очень жарко. И мой крем уже слегка подтаял. Я только что торт достала из холодильника. Он там постоял всю ночь. Порежу и посмотрим, как он выглядит внутри. Вот так выглядит торт на срезе. Я попробовала. Торт мне очень понравился. Первым в торте чувствуется легкий воздушный крем. После него идёт вкус мангово-персикового джема. И эти обе составляющие очень хорошо дополняют друг друга. В целом, торт получился очень мягкий, в меру сладкий. Надеюсь, мой сегодняшний торт вам понравился. И вы будете его готовить для вашего праздничного стола. Таким был мой сегодняшний рецепт. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. А я, как всегда, желаю вам удачного дня. Отличного настроения. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok